Разминировать бомбу на расстоянии без участия человека, одним нажатием кнопки в неприметном чемоданчике, отключить связь на огромной территории. Новейшие разработки, которые только поступают на вооружение, полицейских, спасателей, военных. Более 20 тысяч квадратных метров экспозиции. Все это выставка интерполитех, которая стартовала несколько часов назад на ВДНХ. Дмитрий Кулько расскажет больше. Российский спецназ останавливает противника голыми руками. Это если вблизи. Для остальных ситуаций есть сотни мировых новинок. Интерполитех. Крупнейшая в России выставка средств обеспечения безопасности государства. Экспонаты для определенного контингента. Полицейские, спасатели. Но здесь и обычные зрители могут, например, занять места в новом багге Росгвардии. Спецтехника заступает на службу ведомства. Например, новый робототехнический комплекс для дистанционного разминирования. Подъезжает к взрывоопасному предмету, производит сброс возле взрывоопасного предмета заряда разминирования в данном моменте в виде тротиловой шашки. Затем также покидает данное место на безопасное расстояние. И уже оператором данного комплекса производится подрыв заряда разминирования, соответственно уничтожение взрывоопасного предмета. А эту новую систему безопасности можно установить хоть в банке, хоть в обычной квартире. Когда злоумышленник взламывает дверь, его окутывает дым, который разработали в Росгвардии. Он абсолютно безопасен, но в сочетании с смерцанием стробоскопа и звуковым барьером преступник настолько теряется в пространстве, что не понимает не только, что ему воровать, но и куда убегать. Более 20 тысяч квадратных метров экспозиции. Оптика, бронежилеты, беспилотники. «Горец» — это бронеавтомобиль для спецназа. Преодолевает препятствия по бездорожью, выдерживает взрывы до 6 килограммов тротила. Новейшая техника создана полностью из отечественных деталей. Сегодня эффективное решение многих задач по обеспечению правопорядка требует использования передовых методик и оснащения органов внутренних дел современными техническими средствами. Ждет выхода на службу и робот-спасатель Федор. Главное его преимущество, что для него не нужно изобретать новую технику. Выставили спасателей высотехнологичные новинки — беспилотник, замеряющий уровень радиации. Мы посылаем беспилотник в данную территорию, проверяем среду. Если она радиоактивно загрязнена, мы эту информацию получаем дистанционно, без его возвращения. И принимаем решение, возвращаться ему или оставаться там. То есть, если там радиация, вы уже знаете, что туда ехать нельзя. Или вы уже одеваться и бежать спасать там. Беспилотник заинтересовал спасателей из Объединенных Арабских Эмиратов. За российскими разработками приехали десятки иностранных делегаций. У вас очень современная система безопасности. Мы бы хотели видеть ваших производителей у нас в стране. Гости из Ближнего Востока обратили внимание и на этот чемоданчик для охраны первых лиц, заменяющий громоздкую военную технику. Кейс готовит к работе. Просто нажатием одного рычажка может оставить без сотовой иной связи целое пространство вокруг себя. В том числе, наверное, ваш микрофон тоже. Особое внимание на выставке к средствам, которые позволяют держать границу на замке. Камеры слежения, устройства передачи данных с российскими микропроцессорами. Первая такая арка, которая сканируют грузовики, уже стоит на таможенном пункте в Приморье. Дмитрий Кулько, Андрей Леонов, Евгений Савченко, Сергей Золотавин и Екатерина Колоницкая. Первый канал. Москва.